Бутует мнение, что современные дети испытывают дефицит живого общения, что основную часть времени они проводят за компьютером и смартфоном. Но эти утверждения стараются опровергнуть детские досуговые площадки, которые каждый вечер приглашают ребят интересно и разнообразно проводить время. Площадки делятся на два типа – досуговые и спортивные. Основной принцип разделения – это наличие на территории площадки спортивных объектов, будь то спортивное поле или тренажерный комплекс. Итак, однажды вечером на летней спортивной площадке. Летнее солнце даже к вечеру не уступает свои права ночной прохладе. И тем не менее, к назначенному сроку на спортивную площадку, расположенную в больничном городке по улице Совхозной, 75, начинают собираться ребята. Девчонки и мальчишки с удовольствием идут на встречу с друзьями-соседями. Для Дианы Татья Васьян – это первый опыт трудовой деятельности. Придя на площадку вожатой, она переживала, получится ли. На первый месяц работы подтвердил, что ничего сложного в организации досуга сверстников нет. Первый день пришло, мало детей было. Потом 2-3 дня, около 30 человек пришло. Площадка хорошая, много детей, которые играют, дружелюбные. Каждый день ходят практически. То есть, у нас есть график, по которому мы соблюдаем все это. Вчера был день чистого двора, мы убирали все. На вопрос, насколько ребятам необходима объединяющая сила, которой выступают вожатые, Диана с уверенностью ответила, что старший наставник детям нужен. Мне кажется, что лучше, чтобы взрослый человек был. То есть, это будет спланировано, и детям будет интереснее играть. Такого же мнения придерживаются и сами ребята. Вероника Шишкина приехала на каникулы в Славянск-на-Кубани из Санкт-Петербурга. И ей площадка помогла найти новых друзей. К тому же, спортивная направленность площадки близка Веронике, которая уже несколько лет занимается баскетболом. Легче познакомиться, потому что ты приходишь к вожатому, и он тебя со всеми знакомит. Ну и ребята дружелюбные. Спортивная площадка подразумевает то, что большую часть времени ребята проводят в подвижных играх. И самые любимые, конечно же, игры с мячом. Для ребят из многоэтажек организованная площадка дает возможность создать свой коллектив, научиться дружбе и работе в команде. Без площадки тут это сложно, потому что никто бы не ходил, было бы неинтересно. Мальчики бы все поле просто в футбол заняли и всё. А так тут хотя бы вожаты, в баскетбол играем во всё, рисуем. К тому же, посетители спортплощадок становятся участниками главных уличных спортивных баталий края – кубков губернатора по футболу и стритболу. Участие в них – хорошая возможность не только физически совершенствоваться, но и завести много новых знакомств, почувствовать себя командой. Для того, чтобы это стало реальным, большую организационную работу, которая остаётся за кадром, проводят специалисты по работе с молодёжью Славянского городского поселения. Работа с детьми – это очень большая ответственность. Нужно исключить все риски травматизма. Безопасность детей, конечно, должна быть под контролем. Поэтому мы стараемся со всех сторон подходить к этому вопросу безопасности, так, чтобы действительно лето прошло хорошо, весело и без различных происшествий. И им это удаётся. Проводятся состязания в рамках малых олимпийских игр, конкурсов, рисунков и творчества. В конце лета обязательно будут выявлены самые спортивные, креативные и сплочённые команды. Но пока половина каникул ещё впереди. И чтобы она была интересной, каждый день в вечерние часы во дворах города будут открыты летние досуговые и спортивные площадки. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События».